еще добрый вечер вот наша с вами очередная встреча очень приятно всех вас видеть слышать вот так что будем активно участвовать и будем узнавать новости которые к этому моменту уже к нам пришли меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward комьюнити семнадцатого года вот и уже 15 сентября да вот и так и хочется спросить как продлить лето ну ответ у нас кое-какие будут в конце поэтому скажем так для кого-то что-то может скажем так и продлиться но в принципе я говорю мы не деревья мы не пальмы как-то да можно взять купить билет и в общем-то отправиться не как говорится отдыхать нужно не там то есть никогда лето да а там где лето так что все вперед все в нашей власти поэтому но есть чем пару light факов которые в конце вы можете от меня услышать ну и так наш дорогой любимый анатолий эдуард еще ницкий который возглавляет зао струнные технологии это инженеривная компания с 15 года и в данный момент она аккредитована в качестве научной организации научной академии в национальной академии наук беларуси вот и государственным комитетом по науке технологиям республики беларусь занимается разработкой проектированием производством тестирования эксплуатации с транспортных и структурных комплексов в эстакадном исполнении но сам анатолий эдуард еще ницкий является как основателем так и председателем совета директоров генеральным конструктором и надежда косарева супруга является генеральным директором завод струнной технологии но в данный момент действительно это уже огромная организация работает тысячу и более человек более 600 инженеров до 2 демонстрационно-испытательных центра вы знаете у нас есть в мариной горке и в шаджи арабские эмираты 3 лабораторно-испытательных комплекса более 50 конструкторских бюро более 200 международных патентов и 4 производственных площадей более 4000 квадратных метров философия транспорт должен быть решением проблема них источником поэтому это картинка которая у нас слева она продолжает существовать во всех крупных городах и не только крупных городах но в общем то это так и есть и вот эта правая картинка которая действительно находится справа то есть правит и должна править балом на нашей планете это эстакадный транспорт второго уровня с такими замечательными красивыми просто космическими капсулами как их назвали в эмиратах это транспорт юницкого юрист и вот транспортное решение действительно мы несколько раз уже обсуждали это и безопасность доступность адаптивность экологичность и после сегодняшнего вот просмотра видео с анатолий дар дачи и низким это энергоэффективность я энерго поставил начинал написать по-английски ну в общем энергоэффективность да как бы тут букву и не поставьте она все равно останется энергоэффективностью но инновационные струны рельс это основа технологии да то есть внутри зашита вот эта струна я в прошлый раз вам рассказывал как меня это впечатлило и в общем то еще раз вам покажу да картинку как вот эти вот струны находится действительно как на как алексей вот она может вырезать как на арфе на любом струнном инструменте действительно не запутаны не никой как там узлом завязаны и так далее и перекручены а действительно натянуты вот как у на этом рисунке находится это очень меня впечатлило и удивило скажем так по минимуму поэтому получается вот такая вот красивая у нас картинка да когда на фоне действительно неважно какой ландшафт это город либо это такие вот красивые горы холмы вот такая вот струнная эстакада да получается и это запатентованная технология то есть преднапряженные путевые структуры то есть натянуты внутри вот этот рельс внутри вот эта струна и вот это именно позволяет двигаться транспорту со с большой скоростью нет никаких там перепадов в волнении так далее и конечно же это также сокращает стоимость строительства потому что между напорами расстояние может быть и три километра и более и также самое главное что скорость за счет этого получается безопасность старую ну и так далее да и в общем то вот эту струну можно расположить где угодно и как угодно либо это через реку либо это между небоскребом как в эмиратах и так далее в общем то конечно же это инновации которые не имеют когда сказал владислав волков конкуренции то есть транспорт не конкуренции струнный транспорт не конкуренции виды пассажирского транспорта их уже очень много у нас вот самые основные это вот скажем так начиналось юний байк юнибус вот но у нас есть юникар юни винт берельцевые юнибус и вот сейчас высокоскоростной транспорт юни флэш вот и здесь нарисован как юни лед дай представлен как юни лед но это еще только начало но уже видите какой огромный как комплект 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 вот этих и пассажир видов пассажирского транспорта грузовой транспорт также есть юнитрак берельцевый юнитрак юниконт юнитранспорт юниконт это действительно мы когда были на производстве на шабанах это действительно я прикоснулся вот к этой одной головки как называемый да вот такое тут действительно огромные мощь тут потому что там такие балки стоят внутри все это сам но в то же время очень красиво очень завораживает и действительно вот сейчас вы знаете строится трасса именно 2 4 в шарже где уже в декабре в январе будет продемонстрировано вот начнутся вот эти вот испытания именно с юконтом или юниконт да где будет вот уже вот 40 футовые контейнеры нагружены и будут двигаться со скоростью 120 километров в час то есть это уже вот 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 можно практически уже скажем так дотянуться рукой двадцать первом году компания и узкая получила именно международный сертификат стандарт вот от органов тюб до стандартей же сейшин и сертификация на все на предварительно напряженную струнную транспортную эстакаду на транспорт и и и под на анкерные опоры на промежуточные опоры на пассажирские транспорта строительном обслуживании на станцию технического обслуживания на систему автоматического управления и именно эти работы и позволили определить оптимальные параметры транспорта инфраструктурных решений uskite для дальнейшей коммерции коммерческой реализации значит и двадцать первом году когда у меня сейчас иногда спрашивают ну когда 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 я говорю я лично работаю очень много говорю very hard to match да и при этом вы понимаете сколько работает анатолий эдуардович я просто удивляюсь вот по нынешним новостям сколько уже выпущено всего роликов интересных статей и так далее и люди иногда даже им тяжело открыть сайт посмотреть новости последние да вот они бегают друг у друга спрашивают но это те люди которые наверное пришли сюда просто быстро за большими деньгами да я не говорю что это плохо и дай бог чтобы эти люди тоже есть но конечно же когда люди приходят осознанно которые люди есть меценаты есть люди которые пришли сюда на экологию на безопасность чтобы не было больше таких вот страшных дтп аварий с человеческими жертвами и так далее вот и чтобы спасти природу за зелеными технологиями сюда пришли но конечно же есть люди которые пришли чисто заработать таких тоже я тоже не отрицаю что конечно же я рад что у меня увеличивается количество акций и других людей тоже привлекаю что тоже здесь очень скажем так не может быть очень большой вы выигрышем в будущем вот но я еще раз говорю что конечно же сколько работает анатолий эдуардович и низкий ежедневно и очень много он объясняет ну какой какие пласты он поднимает поэтому каждый фильм его это просто кладезь вот этих вот я сегодня нескольких расскажу но конечно же очень удивлен насколько глубина вот это вот до всего то есть это не только транспорт о чем мы говорим но это вообще вся скажем так новая культура жития на земле можно так сказать поставьте восклицательные знаки и если вы со мной согласны в том что юнический среди технологии это гораздо больше нежели транспорт спасибо вам за вот ну и конечно же вот в эмиратах анатолий эдуардович уже находится наверное с апреля месяца это вот мы считали апрель май июнь июля август сентябрь то есть это уже семь месяцев седьмой месяц или семь месяцев уже пошло вот и все конечно же снискал огромную поддержку среди очень важных персон и одним из них является вот генеральный директор инновационного парка хусейн аль-махмуди вот и вот 1 числа допустим 1 сентября 22 года именно было сказано так что белорусский стартап много таких вот от него было поддерживающих таких постов но вот последний такой что белорусский стартап в партнерстве с инновационным парком шаржа уже построил подвесные испытательные трассы которые смогут перевозить грузы и пассажиров после успешного тестирования которые мы знаем назначены на декабрь и январь 22 23 годов правительство объявит о строительстве маршрутов в городе шарша тут тоже можно поставить десяточки поаплодировать вот и вот он ответ я кстати сегодня уже когда готовил этот репортаж там тоже мне один чем фейсбук висел и один мне на английском там пишет когда 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 я взял ему и вот этот пост отправил а потом думаю боже он же на на русском но думаю ничего страшного думаю хоть подпотрудится человек переведет может там как бы посидит вот ну и вот опять-таки продолжая разговор об хусейне аль-махмуди он тоже сейчас вышла статья называется халиджи таймс мы вот именно по словам гендиректора научно-исследовательского технического парка шаржи вот хусейна аль-махмуди каждый год около 7 миллионов человек умирают из-за загрязнения воздуха поэтому арабские эмираты придают этому немаловажное значение вы понимаете что там нет столько зелени сколько в допустим том же минске нет столько дождей которые все это прибывают поэтому же вот эти вот транспорты на топливе которого в эмиратах достаточно все-таки задумываются о новом транспорте да есть метро есть трамвай который мы говорили но я говорю это не решает вопрос действительно вообще арабских эмиратов и конечно же вот сейчас этому транспорту юницкого удивляется огромное огромное скажем внимание и он имеет огромные преимущества перед другими видами транспорта по всем показателям которых мы уже сказали которых будем говорить поэтому вышла очередная статья вот называется холин то есть это издание которое я прочитал про него около 15 миллионов скажем так зрителей скажем так читателей этого издания у него поэтому вот вышла значит такая статья называется помимо экологии экологичности у транспорта и есть и есть много других преимуществ то есть одно из них рассматривается как я вам сказал уже хусейн аль-махмуди именно сказал о воздухе от которых умирают все миллионы людей да вообще по всему миру имеется ввиду вот но в частности есть еще и другие преимущества так называется статья и основная конечно же часть вот этих вредных частиц выбрасывается традиционными видами транспорта именно поэтому по всему миру активно разрабатываются экологически чистые технологии к ним конечно же относится дружественной природе транспорт юисты помимо экологичности транспорт который разрабатывает юнистринг технологии имеет ряд преимуществ это юни мобили потребляют гораздо меньше энергии чем автомобили вы знаете для вообще для скажем так европы это станет одним из сейчас тоже очень важным важных пунктов вообще вся весь мир задумывается о сокращении использование энергии потому что действительно там в европе там помешали все на зеленой энергии ну конечно же сделали это скажем так как слон в посудной лавке все это отказались от скажем так топлива ископаемого но в результате ничего не смогли ветряки эти солнечные в общем-то не справляются даже теле те же атомные электростанции до атомные электростанции которыми гордилась франция сейчас тоже стала испытывать скажем так проблема потому что пересохли реки и не чем там был из-за жары аномальные в европе нечем в общем-то охлаждать этот атом да вот поэтому конечно же там страдают и производства и люди вот ну вот одним из вот таких видов транспорта и мобиль потребляет гораздо меньше энергии чем автомобили поэтому это конечно же тоже очень и очень будет востребовано транспорт способен развивать скорость до 150 км в час мы знаем это в городской линии да вот и мы знаем что есть 500 километров в час но пока про него не говорится в этой статье но гипотетически раньше вообще писали то 30 то 40 потому что ориентировались на ту скорость которая есть на этом участке 800 километров но сейчас уже до конца до них дошло что транспорт оказывается будет двигаться с этой скоростью 150 км в час далее естественно же так как она расположена транспорт на втором уровне получается сохраняются территории для озеленения что тоже немаловажно для эмиратов да даже постройки торговой жилой недвижимости и строительство эксплуатация юст обойдется значительно дешевле по сравнению с метро и монорельсом рассказал хусейн аль-махмуди но мы с вами разбирали уже даже вот говорили уже неоднократно что если допустим полная инфраструктура эстакады 2 уровня стоит 15 километров 15 миллионов долларов за один километр то метро 150 миллионов обошлось эмиратом за один километр да а трамвай который про который я вам рассказывал который создает очень много скажем так неудобств для водителей и для пешеходов мы и сам стоял на этой жаре когда ждали когда этот трамвай все-таки ключ светофор когда он проедет и очень нас долго не пускали не знаю там три четыре минуты никогда на тебя светит солнце в 50 градусов зените то конечно это не очень приятно стоять и ждать тем более все это пыльно жарко вот но такой трамвай тоже был построен и обошелся в 90 миллионов долларов за километр поэтому даже сегодня тоже вот скажем так общались с одним человеком да вот ну в общем и действительно он скажем так я уже неоднократно слышал от продажников таких вот людей которые очень профессионально все продают вот что я тоже это сказал в свое время олегу зарецкому он говорит вот скажем так мне бы скажи ну тогда еще вот допустим это было года два назад вот он говорил что почему вот так долго думают такой транспорт хороший но вот как только один первый проект поедет значит 2 и уже третий будут очереди стоять действительно вот первый всегда очень тяжело сделал первую продажу вот и я на то так тогда сказал свою такую скажем так буду задумку такой вот голове она мне крутил может быть слишком дешево потому что ну не могут люди договор как это тут стоит 150 миллионов долларов за километр а тут 15 но не может так быть но 50 бы там ну 30 40 я так эту мысль высказал олегу зарецкому ну так внимательно так с интересом выслушал и вот поэтому я даже сейчас знаю что иногда вот уже и 18 иногда там вот и там бывают и 20 там ну в общем то я так понимаю что транс все равно свою цену возьмет и я думаю возможно когда выстроится очередь возможно цена будет поднята потому что ну действительно если тут скажем так ну все это конечно мои догадки ну так вот я сегодня разговаривал с одним из руководителем продаж и вот skyward комьюнити он такой свой случай тоже привел он когда-то продавал машины и говорит с пробегом и говорит так интересно было что у нас допустим была машина которую мы никак не могли продать и стоило допустим ну образно говоря допустим 10 тысяч да вот там я сейчас уже не буду вам цифры точно называть ну в долларах допустим 10 тысяч долларов и она говорит и так и так вместе стоит 2 3 4 вот и полгода уже прошло никак мы не можем продать и тогда год один из старых продажников на цену поднять она не попадает свой вот этот вот в свою нишу продаж и год мы подняли цену взяли себя с 10000 поставили ее там допустим 18000 да то есть она как у в какую-то другую то есть и те покупатели которые приходили уже смотрели тысяч от 15000 там и там до 30 она как раз попала в этот промежуток и и забрали за говорит за полторы недели вот поэтому очень интересным забывает вот у меня тоже мой друг когда-то работал в до электронис такая была техника он тоже говорит привезли телевизор и тогда были очень сильно популярны sony panasonic и вот где угод но не шло не шло не шло и говорит его тоже мы поставили дешево думаю как уйдут улетят противовес и люди не брали в москве и когда год мы цену подняли полтора или два раза даже не помню же телевизор они тоже улетели мы удивлялись вот понимаете вот у нас тоже слишком дешево и вот может быть это тоже один из таких вот вариантов что слишком дешево как думают вот эти вот все люди которые в общем-то имеют оказать могут оказать влияние на продвижение но это было отступление если вам она скажем так понравилось то можете тоже мне семерочки поставить вы тоже будет мне интересно правильно я сделал что немножко отошел в сторону так ну продолжаем дальше вот да спасибо значит и юст и также вот я говорю плодовитость такая что просто удивляет немножко меня да вот смотрите был вы знаете что сейчас вот допустим восточный экономический форум прошел и вот там видите тоже было допустимо юнический среди тоже там пристало решение во время научно-практических конференции посвященные развитию транспорта инструктуру якутска хоп туда уже сразу вот у нас есть с вами такой умеренный климат в белоруссии здесь да у нас есть такой тропический климат субтропики тропики там да это эмираты африка и так далее там у нас тоже его теперь видите северный и восточный федеральный округ получился да и туда хоп тоже туда и поехали вот специалисты и вот это вот мне что удивило да что опять-таки большой интерес до возник почему потому что территория сложный рельеф местности до особый интерес вызвал дальше преимущество какое минимальное отведение земли и уже не потому что там этой земли мало либо а потому что минимальный специализированной подготовительной работы то есть попробуйте копать мерзлую землю кто это делала как когда-то да то вот это вот наверное очень тяжело это понять понятно что сейчас уже не кирками это все долбают но все равно техника вот видите в условиях мечты вечной мерзлоты здесь другие тоже преимущество опять-таки поставить вот эти вот скажем так промежуточные опоры на расстояние там километра двух и так далее да либо это в общем-то заниматься насыпи и так далее ну вот о чем и говорится что не нужны ни насыпи не мосты не развязки и водопропускные другие сооружения вот уже другой подход опять-таки и большая заинтересованность да поэтому север тоже очень заинтересован было более 60 специалистов до министерства транспорта якутия эксперты и так далее так далее вот поэтому планируется сотрудничество в сфере науки также в области разработки технологии специфических инновационных материалов вот очень тоже заинтересовались я думаю что это не тоже неспроста столько у нас в общем-то столько у нас возможности по всему миру неважно это будет жарко либо это будет очень холодно и так далее все транспорт поедет везде вот вышло опять-таки уже научный журнал да он очень сложная там ну как очень мелко там в pdf формате вот я в общем-то посмотрел немножко но опять-таки какому интересно у нас это все есть на сайте если вот лично хотите разобраться включиться и так далее поэтому я воспользуюсь только тем материалом который в общем-то для общего развития и мы с вами тоже этим ограничимся вот кто хочет более подробно изучить может сам это сделать значит инновационный транспорт он так и называется журнал то научное издание учреждена российской академии транспорта и уральским государством университетом путем сообщения да то есть то есть видите тоже за урал за урал якутия и так далее вот то есть тоже заинтересовали журнал встречает достижение транспортной сфере готовят обзоры важнейших событий отрасли с точки зрения инновационного развития и там разобрали высокоскоростной транспорт наш юни флеш и учты и у 4362 вот такие значит здесь было 5 докладчиков естественно анатолий эдуардович юницкий вы наверняка слышали кривицкий тоже артишевский сокур и цирли ну в общем то как там вот мне и эти имена все знакомы может потом алексей подключиться тоже скажет он мне кажется как минимум кривицкий вообще работает сейчас мне кажется в конструкторском бюро вот потому что я помню вот но и вообще все фамилии знакомы поэтому действительно вот эти авторы сделали большой такой доклад вот значит и в частности опять цифры потому что это люди ученые и они так вот и что только от одной представляете одна модель и вот если будет есть одна модель в течение 25 лет поможет сэкономить около 20 тысяч тонн топлива стоимостью 20 миллионов долларов вот это вот опять таки меня всегда знаете вот удивляют юницком что он не просто вот скажем так эмоции он вообще не эмоционирует да то есть он рассказывает все с точки зрения вот экономии экономики с точки зрения подхода к природе с точки зрения вот он как тогда я сказал в своем фильме или книге я читал что меня научила жизнь потому что мы жили бедно и надо было делать эффективно но дешево и вот этот его подход такой да ваша кредо да вот так вот это кредо действительно делать дешево но качественно и на века вот это вот анатолий эдуардович юницкий поэтому он говорит мысли мои работают именно вот этим как это сделать как это удешевить как это сделать но при том что это будет лучше чем это как как вы знаете и как может быть слышали такую историю да что американцы когда полетели там космос поняли что ручки не работает и они отдали там я уже не вот надо кто хочет забить забейте сейчас да несколько миллионов долларов разработать ручку чтобы она писала в космосе что сделали русские русские взяли карандаш писали карандашом вот вот этот подход наверное вот человека советского да и скажем так американцы вот это наша вся скажем в этом вся суть ну вот так вот значит при этом будет не будет выжжена 70 миллионов тонн атмосферного кислорода в окружающую среду и не будет выброшено более 100 миллионов тонн загрязняли загрязняющих веществ просто цифры ошеломительные это вот это говорят научные головы да вот за всего одна модель одна модель 2 на естественный будет не одна вы представляете сколько это вот если это все помножить вот умножьте сами это просто миллионы и миллионы мы спасем скажем так людей вообще все живое загрязняющих веществ тоже время будет сохранен атмосферный кислород в то же время не надо будет столько топлива вот ну в общем то это очень здорово ну и вот отмечается что себестоимость высокоскоростных перевозок будет значительно ниже себестоимость перевозок высокоростной железной дорогой который сейчас вот там все рекламируют до поездами на магнитной подушке уж упаси боже до которых как сколько там это стоит и самолет перспективе высокоскоростной трудный стран струнный транспорт может помочь в развитии регионов расположенных трудно доступных местах но о чем мы с вами выше и сказали почему якутия почему урал и так далее все это вот на рассматривать дальше сейчас опять-таки находясь в эмиратах вот видите там висит флаги висят эмиратов да вот значит здесь получается синергия транспорта преимуществ sky you sky на переднем крае прорывных технологий сейчас снимается фильм вот именно уже вот по эмиратах и я так понимаю что это будет придет не только на английский возможно будет на арабский язык придем или там в общем язык международный английский да вот надеюсь что мы конечно же будем это и в русском варианте хорошо послушать основателя вот но этот фильм сейчас готовится значит во время съемок нового фильма которые проходили в центре испытаний сертификации юскаев шарджи основатель генеральный конструктор анатолий юницкий рассказал о миссии возложены на юскает транспорт доступность вот он о чем говорит транспорту к услуг по-прежнему остается актуальным вопросом потому что это определяет и качество жизни и уровень экономического развития любой страны но сегодня человечеству нужно не просто средства передвижения а безопасная умная к логике экономичное экологически чистое транспортное решение коими является технология юскает транспорт и инфраструктуру понимаете то есть не не просто нам нужно средства действительно в мире да а именно безопасное потому что действительно вот я вам уже показывал 1 сентября как мама торопилась там и сидела за рулем у нас на каменной горке вообще машина перевернулась до было дтп слава богу все живы да ну скажем так при этом экономичное экологически чистая и умная потому что уже работает искусственный интеллект поэтому очень и очень это востребовано сейчас далее миссия какова заключается в решении проблем негативного воздействия 2 можно даже сказать воздействие транспортных средств на людей окружающую среду да значит получается вывод на отдельный уровень в небо вот и получается то есть это убирается дтп это убирается воздействие когда совершается насыпи это перекрываются допустим воды если там где-то какие-то там в общем так метро копает там переносит эти речки или там внутренние там да вот подземные воды далее тут животные могут перейти потому что гибнут на эти рельсы либо там вообще ограждают сеткой но вы понимаете вот и это все очень негативно сказывается вообще на всей экологии того или иного региона то есть перевод в небо дальше безопасность вот означает нулевой уровень аварийности нулевой вы посмотрите вот это вот тоже мне нравится вот эти фото на репортаж который насколько вот анатолий дарыч мы его привыкли видеть очень спокойным таким да ну вот я говорю единственный раз когда я его реально прям вот в глубину глаз его заглянул это когда вот я ему задал вопрос зачем вот эти вот фильмы вы снимаете там в противовес вот этим вот дип стейту глубинному правительству глобалистам и вот анатолий дарыч так сказал да я бы повесился если бы я это не делал понимаете и вот этот момент я вот это просто и нырнул в эти глаза да слава богу в общем-то вы нырнул и пришел в себя данной игру это было незабываемо до сих пор я помню этот взгляд вот ну вот так же вот поэтому когда люди думают что в общем то все это так легко и просто не вот ну вот по вот этим фотографии видно сколько анатолий дарыч сам эмоционально эмоционирует и смотрит и наблюдает и видите там в общем то уже уже не русский сидит там человека там или я веду какой-то с белоруссии да какие вот там специалистов уже кого-то он даже обучает и так понимаю кого-то из людей которые там наверно похож на индусу ну не знаю индус там или кто-либо это или пакистанец ну кто-то уже обучается да именно толь дарыч ему очень четко все это объясняет вот так вот нулевой уровень и это действительно отсутствие в чем выключается то есть нулевой уровень аварийности далее отсутствие скопления людей пассажирских салонах и станциях да потому что мы привыкли что если вот автобусы я помню когда они мы провожали вот на даже она уезжала после в польшу через польшу на выезжала очень там столпотворение все толкаются тут туда сюда то есть вот в данном случае не будет такого потому что люди будут приходить садиться в тот транспорт который удобнее двухместный там четырехместные шестиместные если уже там куда-то больше будет там людей то есть группа людей то это будет больше транспорт на 14 человек и так далее вот и уезжать поэтому поэтому это будет сводить к минимуму вирусные и террористические угрозы дальше экономичность низкого уровня ресурсоемкости самые самой дороги вы знаете материала емкость минимально да вообще там всего транспорта инфраструктурного комплекса интеллектуальный транспорт до автоматизированного гибкий он знает как когда какую машину запустить на трассу легко адаптируется к любым городским сельским условиям да неважно это горы районная района которые разделены широкими водными преградами вот поэтому перевозят пассажиры груза на высокой скорости до 120 150 км в час до вы с высокой эффективностью интегрируя различные соответствующие продукты и технологии экологичность значит наименьшее до поглощение земли вот дальше от небольшой у меня написано да это вот отсутствие ухудшение ухудшение ландшафта плодородия почвы минимальный углеродный след низкий уровень шума незначительно воздействия природной ландшафт и плодородную почву отсутствие помех миграции животных о чем мы с вами недавно говорили до движения поверхностных подземных вод низкое потребление энергии и наиболее экологически чистая энергия вот что такое транспорт юницкий стрелки технологии тут тоже поставьте восклицательные знаки давайте поаплодируем потому что это все анатолий эдуардович будет говорить нам уже есть возможность я думаю там будет тоже сказано может быть что-то еще между строк будет сказано все ну вот это скажем то тот лейтмотив который будет который мы сможем просмотреть в этом фильме уже в ближайшее будущее и вот тут тоже это фотография которые вам тоже увеличил посмотрите уже сам анатолий дворец насколько вот он идти вот очень интересно фотографии спасибо фотографу который делает репортаж да очень мне нравится вот это действительно вот глубина вот посмотрите как он всматривается вот вообще просто это вот мы уже с вами можем гордиться вот умом да вот этой всей сосредоточенностью вы понимаете действительно человек который бог знает все мелочи знает что когда чего потому что он все это за 40 лет настолько это все уже увидел прочувствовал все и сейчас это все воплощается поэтому конечно же мечтаете конечно же придумывайте делайте и вот этот пример который нам всем подает он только дар еще он конечно просто завораживает вот эта фотография тоже просто вот меня лично очень впечатлило и я думаю что вы тоже вот если так вот вы эмоционально отнесетесь к этой фотографии прочувствовать я например чувствует это вот вот эту вот любовь и в то же время вот это вот видение всего вот этих всех наверное все процессы наверное антолий дворец прям в этом экране там все его вот эти флюиды они там уже расползлись и все это скажем так сами контролируют весь процесс поэтому благодаря синергии основных потребительских качеств и преимуществ транспорта инструкструктурных комплексов юскай базовое решение заложенные в струнную систему обладает глобальным преобразующим потенциалом направленным на формирование основы для безопасного и гармоничного развития устойчивый транспорт мобильности в долгосрочной перспективе то есть вот безопасное и гармоничное развитие очень и очень здорово что это будет этот фильм и мы уже смотрим и мы сможем его посмотреть но сейчас уже вот есть такой анонс виде фото вот репортажа и вот таких вот скажем так кадров и вот еще один замечательный кадр тут тоже можно подумать что курит может хоть но он не курит он просто вот так вот задумался туда вот но фотографии тоже очень интересная очень я даже не знаю такое ощущение что это как будто вот постановочный понимаете но на самом деле вот снимает его сбоку там видео идет да вы видите там камера справа но на самом деле это вот действительно вот это вот просто вся глубина этого человека вот поэтому доктор анатолий юницкий команда искать делают все возможное чтобы следовать этой миссии да вот ожидаем с удовольствием и ждем что это скоро произойдет замечательный кадр и скоро уже будет не 20-футовый контейнер а уже будут скоро просто громадины просто вот эти вот такие красивые очень скажем так и уникон ты которые будут будут двигаться как пули со скоростью и очень красиво будет не я думаю очень красиво это будет просто интересно ну вот нашел я такой кадр тоже вот видите юскай транспорт тестовая трасса номер четыре но посмотрите какая красота в этих струнах понимаете при том же увидите как вот по законодательству арабских эмиратов имеет право работать только значит соответствующие там организации то есть тут не могут там приехать белорусы вот не могут там это все делать они могут только контролировать ну вот видите какая красота да что сама вот это вот трасса вот она да вот представим вы помните это расстояние двести восемьдесят восемь метров между промежуточными опорами и вот такие вот струны которые действительно вот у нас был один кадр я восхищался теперь вот другой кадр вот ну вот анкерная опора вот смотрите тоже ночью на перекрытие крыша анкерной опоры тяжелой линии это уже второй до идет заливка бетона работы выполняет компания аль серг аль хабир ведущий застройщик коммерческих промышленных и жилых объектов класса а в арабских эмиратах тоже шикарный кадр такой тоже вот просто полюбоваться можно это вот понимаете тут вся здесь мощь скажем так вот этой анкерной опоры просто там посмотреть какие сколько арматур как они все уложены просто один в один конечно же это вы помните что сам анатолий дворович все это тоже поднимался ходил смотрел в приборы чтобы все было там уровень и так далее но вот это все сейчас тоже движется ну вот и маленькая такая вот внутри вот у нас где мы ездили на вот это на 800 метровой трассе вот так там такой вот холл да вот да человек мира согласен вот такой вот холл с красной дорожкой вот мы тоже вот тут стояли заходили вот ведь а это с другой стороны когда приезжаешь туда это уже там где вот вот скажем так вот и уже мы конечно же все ожидаем увидеть как внутри будут построены станции уже на тяжелых трассах 2 и 4 и и скажем так конечно же там наверное уже будет гораздо все больше красивее потому что там уже другие масштабы и там уже получается что как вот сказал хусейн аль-махмуди что это сразу может перерасти уже даже в транспорт уже скажем так уже в адресный проект поэтому там уже скажем так делается наверное гораздо все больше основательно хотя это все тоже будет функционировать потому что тоже 800 метровую трассу тоже конечно же можно будет продлить вот но и большой репортаж который уже есть я знаю что вот я на фейсбуке выставляла и вот допустим лена степина уже тоже смотрела потому что тоже лайкала и возможно вы тоже все активные наши зрители тоже это все смотрите вот и уже можете тоже составить свое мнение но так как я спикер сегодняшнего мероприятия я тоже хотел это в общем-то довольно-таки быстро рассказать потому что ведь уже 41 минута позади да вот и в общем то но когда начал это 15-минутный фильм писать из всего 15 минут он идет когда я начал смотреть я понял что надо просто по каждому кадру отдельно разобрать так вот видеодоклад был представлен на конференции сверхновой россии какая ты будешь значит там генеральный конструктор анатолий юницкий создатель струнного транспорта представил свои экологические решения которые назвал видео программа перезагрузки экономики союзного государства россии и белоруссии на биосферный путь цивилизованного развития и данная конференция состоялась 10 сентября то бишь еще в общем то не прошло и недели с этих пор вот а мы уже имеем возможность лицезреть этот доклад который был представлен для дяди и тети которые там в министерствах сидят и мы с вами тоже можем это сейчас просмотреть и увидеть конечно же это есть сейчас на ю тубе это есть скажем так вообще в информационном пространстве вот но мы с вами разберем это в общем-то поэтапно и так то ли дарыч говорит что союзное государство обладает колоссальным ресурсным интеллектуальным потенциалом тут спорить бессмысленно да значит главная роль должна принадлежать системообразующим инфраструктурным технологиям которые есть у нас и которых нет ни на западе да не на востоке именно эти биосферные технологии в течение одного замечу всего одного поколения это можно сказать 20 лет до могут вывести наши страны на лидирующие позиции в мире тогда импортозамещение которым сейчас как говорится особенно здесь страдает больше россии до станет анар анахронизм до этой им у нас надо покупать технологии они нам у них говорит анатолий дарич большинство предлагаемых технологий уже воплощены в жизни доказали свою эффективность в наших испытательных центрах белоруссии и арабских эмиратах то есть анатолий дар дич говорит о том что уже есть у нас мариной горки и в шарже разберем подробнее и так биоэнергетика и биосферное сельское хозяйство вот это просто я в знаете я вот просто еще разговор те люди которому когда мы приходим и говорим вот транспорт 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 вот я говорю это просто действительно ли елена до написала до степина человек мира человек мира который заботиться вот и в этом мире огромном мире да вот и показывает это на конкретных примере и так антолий дурах объясняет чтобы сейчас когда вот это вот и ведется вот это вот фильме то есть да что надо там есть какое-то там мясо там из чего-то сделано либо вот этих червячков паучков которых там часто на гусениц посаживают да я уже там упаси боже говорит там о всяких там летучих мышах и так далее вот либо это гмо продукты которые конечно же очень вредны перспективы влияют на человека который все это придумал и сам собирается есть так вот анталь дач говорит что горючие сланцы и бурые угли это не только то есть это реликтовая солнечная энергия поэтому они нужны не столько для электричества и тепла сколько для получения гумуса основы плодородия любых почв почв и вот это сейчас меня удивило опять-таки при внесении то всего двух процентов такого гумуса 2 процента представляете в песок пустыне это позволит создать высокоплодородную почву соответственно что дальше это можно сделать вот эти вот сады семирамида или назовите как угодно то есть из пустыни создать оазисы просто поэтому мне кажется вот это вот просто вот человек мира вот эмираты молодцы ухватили заанта уже там 7 месяцев и дать нет побудьте еще все доделать и в общем то вы понимаете да не зря у него вот это вот и золотая виза или так далее потому что анталь да действительно уже там рабы поняли что нельзя отпускать этого человека так вот биоэлектростанции которую рядом то есть которые дают тоже электричество тепло можно объединить вот сельскохозяйственные комплексами и тогда co2 который будет подаваться в теплице и оранжерея увеличит эффективность вот эта эффективность плодородия возрастет в разы вы понимаете что co2 используется растениями для скажем так для роста и воссоздания продукции именно плодородная почва говорит основатель это глобальная иммунная система всей земной биосферы от ее состояние зависит жизнь всех живых организмов в том числе человека вот это вот тоже для меня как для врача по первому образованию тоже очень удивительно потому что мы почему-то действительно привыкли доверять только антибиотикам каким-то упаси боже прибивком да и так далее так далее так вот иммунная система человека мы говорили а вы когда сегодня я послушал и не один раз что почва является глобальной иммунной системой мне это тоже очень и очень сильно открыл вот это называется так жетон провалился да и мы вот в беларуси мы действительно очень богаты на вот эту плодородную почву также украина была почему сейчас ну ладно не будем уже очень плода вот эти плодородные земли поэтому у нас как это палку воткни и все он будет свести и вырастет и дерево тебе все что угодно поэтому действительно вот анатолий дали щега и что вот это надо основываться на том что вот это вот возродить эту плодородную почву далее транспорт но естественно тоже множество там приводится этот пример это пример да но решение есть другом что рельсы струнные эстакада второго уровня которые первое требует минимального минимального землеотвода по строительству дальше не нарушает рельеф местности сохраняет почву не препятствует движению грунтовых вод можно размещать рядом с домами полностью исключает пробки и дорожно-транспортные происшествия электропотребление ю транспорта на стальных колесах 5-7 раз ниже чем у транспорта на пневмоколесах к тому же на порядок долговечнее до остальные колеса стереть сложнее чем машины поэтому не надо менять на зиму на лето и так далее производство и утилизация шин также создают вредные выбросы и низкий стринг-технологии очень эффективно на участках со сложным рельефом воздействие возведения трассы с пролетом в один километр и более обойдется на порядок дешевле чем средства железный дорог железный дорог и автоэстакад нулевое воздействие транспорта на природу позволяет использовать его в районах жестким экологическими требованиями есть действительно как сейчас а вода без интересовалась есть парки до которые там в общем то есть где животные бегут есть где люди ходят и вот там нельзя уже провести не метро не уж тем более по вот эти вот скажем так машины чтобы автобусы подъезжали как у нас раньше люди ездили допустим на черкизон да вот там приезжаешь я тоже ездил туда скажем так и вот это вот просто вот будут то есть там просто задыхаешься вот пока там где-то находишься вот это вот там 46 часов вот просто дышишь этим угарным газом действительно вот этими все было выхлопами и так вот действительно нулевое воздействие транспорта и вот это вот красота вот если так пожалуйста вот там внизу могут когда-то фото сафари вот это посмотреть проедет посмотреть но это просто вот с высоты птичьего полета можно опуститься чуть ниже на 10 метров так далее но это будет безопасно для всех для человека который смотрит для животных которые там находятся для растений и так далее и можно эти трассы провести где угодно и как угодно поэтому конечно же вот внизу картинка когда представлена допустим север да вот река замерзла туда не и вот пожалуйста вон движется наш транспорт над с огромным тонн пролета пусть 2-3 километра пожалуйста не вопрос это очень и очень здорово так что транспорт конечно же очень и очень поможет в развитии любых регионов с любой местностью поэтому транспортное решение как я уже говорю энергоэффективность безопасность адаптивность доступность и экологичность о чем мы уже с вами говорили и устройство быта в линейном городе это опять-таки смотрите гумус пожалуйста транспорт пожалуйста и сам человек где должен жить человек да есть сейчас люди которые смогли себе купить красивые дома в зеленой зоне рядом допустим с водоемом но чтобы добраться им допустим если это не онлайн работа как у нас сейчас допустим да на работу все равно приходится садиться в тот же транспорт либо общественно либо свой ехать и все равно попадать в пробки и так далее упаси боже если это надо будет ехать куда-то там в центр и вы понимаете вот это все трата энергии колоссальный поэтому антолий дуарыч предлагают жилой кластер где могут находиться жить от двух тысяч до десяти тысяч человек значит этот кластер что вступает вот как алексей вам говорит в этом фильме есть демонстрация вот пожалуйста горизонтальный небоскреб вот он как выглядит то есть зеленые посадки вот пожалуйста небоскреб то есть небоскреб положенные на бок да и вот в этом небо здесь пожалуйста зеленая зона три этажа как это антолий дадович то есть цоколь и вот выход на природу когда и 2 это жилой этаж и 3 это пожалуйста ваша именно оранжерея либо ваша теплица где вы выращивается то что вы употребляете то есть за счет этого плодородного гумуса и вы знаете что вот эти дома которые есть там даже дальше будет сказано да что шесть типов виду шесть типов домов уже которые функционируют вот пожалуйста выращивайте вот пожалуйста ваши детки под присмотром вот пожалуйста нет никаких подъезжает подъезду машины которые там у нас как говорится да или бы нас на скорости всякие там подводят вот все здесь зеленая лужайка пожалуйста пешеходные там переходы велосипеды электромобиль а если нужно вы пожалуй электро и меду юнистический технос же пожалуйста вот уже идет на втором уровне вот такие вот прекрасные дома и такие прекрасные виды там конечно очень много картинок я вам уже такие вот по парочку вам сфотографировал сделать к ну конечно же фильме это гораздо все динамичный поэтому анатолий ударович и говорит в этом фильме в этом докладе видео докладе сегодня активно эксплуатируется уже шесть типов инновационных зданий с теплицы на крыше и садом внутри конечно мы кто был мариной горке видел эти дома даже я знаю отдыхали в этих домах да ну вообще конечно впечатляет картинки я это могу представить то что я там был трогал щупался это очень здорово да и дети мои были поражены конечно же кирилл сказал папа давай такой построим конечно это очень здоровский дом вот и конечно чтобы хочется чтобы вот эти домов все было больше и больше чтобы это не выделялся скажем так как белые вороны а вот мариной горки ситом в этом в акварели в это и действительно когда там находишься там ситом вот ты погружаешься просто начинаешь отдышать отдыхать душой и телом замечательное место вот ну вот тут вот антолий дурач в эмиратах там не было представлено это эко дома но вы знаете что он тоже есть тоже единственный дом в эмиратах который сделан из бруса это вот по настоянию антолий дурачей низкого приняли такой закон именно специально только для вот этого вот дома который является сейчас штаб квартиры юницкий среди технологии в шарже так что здесь монтаж молодец он доказал что никаких бетонов никаких вот этих не должно быть поэтому вот это настойчивость терпение и труд все перед трудом то ли дворич мы с вами мы зайдем за вами просто вы умничка молодец ну и вот такой же эффект от используем ватс антолий дурач предлагает есть ли создать вот это налажение производства в огромных масштабах позволит не просто его использовать на своей земле а экспортировать и смотрите потребность в гумусе антолий дурач утверждает будет выше чем потребность нефти представляете вот что такое гумус используя гумуса в сельском хозяйстве повысит урожайности качество продукции то есть вот о чем это голод голод гола конечно когда есть украина который поставляла скажем так жительница да всю жизнь называли сейчас там идет война в белоруссии потому что мы скажем так сами тоже экспортированы сейчас санкции и россии которые тоже экспортировал это же сейчас вот санкции поэтому я говорю что вот получается так вот пожалуйста гумус позволит всем скажем так но если кажется законы там потому что в европе там нельзя и не вырастите и не продать то что в общем свои там закон в общем то когда ты это должно все поменяться и встать на сторону сильно простого человека который хочет сам выращивать свою продукцию самую потреблять поэтому никаком голоде не может быть и речи вот поэтому продукция станет органической и качественным для и для здоровья человека и для его вообще жизни и так далее создание новой транспортной отрасли на базе есть и обеспечить заказы в разных областях промышленности позволит осваивать труднодоступные территории и возведение линейных городов я сам знаю и скажем так уже несколько таких людей в разных странах которые очень заинтересовались такими домами потому что очень впечатлили вот этот вот дом шаржа действительно впечатлил и каждый уже человек который туда приезжают понимаете в шаржу люди приезжают в общем-то обеспеченные знающие конечно же очень заинтересовали где и как это можно сделать у себя в стране чтобы уже не просто там себе только построить а именно сделал такие вот комплексы но это вот о чем антон 2 гит класс кластерные такие вот объекты поэтому тоже очень интересен этот подход для рынка недвижимости вот пожалуйста таким образом то на только заключает затраты вообще если взять это вообще всю программу перезагрузки экономика россии и беларуси не такие значительные как кажется на первый взгляд как он говорит находится на уровне других российских программ так например утвержденная 2008 году транспортная стратегия россии оценивалась как антоли дочка в те же 5 триллионов долларов сша то есть программа это здесь взять в общем антолий дар дача цене это понимает 5 триллионов долларов сша но заметьте это было только транспортной стратегии россии то есть вот с этими дорогами железными дорогами насыпем мостами так далее но мы сейчас все с вами разобрали что антолий дарич предлагает другой транспорт другой подход скажем так проживанию и людей и конечно же чтобы увеличилось количество площадей именно плодородных почв данная программа в дальнейшем после того как это произойдет в россии и беларуси позволит существенно повысит уровень всех людей на планете то есть это пример реального сейчас как мы смотрим это в мариной горке и в шарже да вот то и без ограничения по численности о чем мы сейчас говорим до чего там боятся глобалисты хотят оставить там золотой миллиард либо как на скрижале в джорджи который разрушен 500 миллионов людей достаточно да все остальные там типа должны уйти да и без ущерба для окружающей среды вот такой вот видео доклад поэтому не знаю смог ли его вам передать ну и конечно я вам советую пересмотреть поэтому поставьте семерочки кто же посмотрел и поставьте десяточки кто обязательно посмотрит давайте там нас там немного 9 человек да но в целом и вот я думаю что фильм 15 минут его можно потратить но я вам сделал акценты на то что да спасибо за то что на то что я вот лично вообще обратил внимание обалдела какая глубина в этом маленьком коротком видео докладе но это представьте вот насколько глубина и вот такая плотность информации она насколько действительно вот преподнесена то есть люди сидящие там вот вы знаете какие бывают докладчики которые там выходят там что-то себе под нос бормочет так далее а здесь анатолий за 15 минут просто все описал от а до я и даже обозначил это в сумме сколько это будет но я думаю что при условии того что транспорт сколько стоит это в десятки раз дешевле чем нежели там железная дорога на воздушные подушки и так далее все да вот и вообще все разложил тем более то не просто где-то на картинках это уже реально существует поэтому респект анатолий эдуардович конечно же мы тоже ваши приверженцы данных данных решений и конечно же сами мечтатели чтобы жить в таких домах и на такой плодородной почте и ездить на таком транспорте вот поэтому хотел сказать да поэтому привлекайте новых людей потому что сейчас в личном кабинете стартовал супер финал и вот этот супер финал потому что уже был первый этап был второй этап да вот и третий этап это этап который в котором можно войти в число победителей и отправиться уже в путешествие в арабские эмираты и как вы знаете что выбор в арабских эмиратах это не просто там красиво там отдохнуть а это там где можно будет увидеть уже наверное к тому времени да как уже заработают 2 и 4 трассы поэтому нужно обязательно побороться за ценные награды вот и данный к вот сейчас 90 дней до до 90 дней аплодисмента не знаю это за фильм конечно вот да спасибо вот ну вот я просто говорю что вот с этим фильмом уже можно идти к но к новым людям либо тем людям которые когда-то а сказали вам нет и вот показать что это не только транспорт это вообще новая философия жизни да не только философия транспорта но вообще подхода твоего лично для твоих детей для твоих внуков и так далее поэтому еще раз благодарна с тем людям которые меня когда-то позвали сюда да как которые поддерживали не не грубили мне не отвечали что отстанет лена все пина всегда мне рассказывал очень интересно алексей иномович поэтому тут же виктория буль я думаю что она наверняка видит ее душенька что мы тут все строим делаем и возможно она придет нам уже в другом лице реинкарнация да там все в общем-то я думаю что ее душа еще скажем так про кого ну увидит это все вот воочию да вот ну и просто вот в ребят хочу вам сначала думал говорить не говорить да вот значит обратите внимание что работает эта программа начиная вот от рассрочки на 100 долларов в месяц вот минимальный пакет сеньор 12 тысяч доли я понимаю что для белорусов которые уже инвестировали так и такие маленькие суммы но можно за победив став золотым победителем можно сделать рассрочку то есть это дисконт 1 к 100 вот и я конечно вам похвалюсь вот с одной стороны похвалюсь другой стороны еще скажем так немножко расстроюсь вот смотрите ребят это по снг вот вот тут 30 30 людей там 25 у нас там до 24 получилось видите вот эти флажки красненькие 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 можно потому что это вьетнам это ребят не вьетнам это киргизия вот 23 киргиза и я среди них затесался да спасибо вам это я конечно благодарен своим сестрам потому что вот эти баллы они конечно за счет структуры латин за латинка латинско-американской структуры вот это вот все ну конечно же я тоже тут постарался потому что там было несколько условий да вот но я вам хочу сказать что конечно еще возможная поездка вот в доминикану первым трем дается но там в свое время ириша говорила что возможно будет расширение до пяти потому что вот вьетнамцы они говорят не хотим мы никакие острова мы хотим вот именно только к анатолию эдуардовичу юницкому вот приезжать вот допустим были в эмиратах сейчас мы хотим даже в турцию не поехали дайте нам вот поездку вот в марину горку они теперь хотят приехать вот у них там вообще тоже это еще лучшие результаты тоже такой же флаг похожий да как у киргиза вот может быть это связано но я вам хочу сказать конечно же есть надежда что еще можно попасть в моей моей сестре в доминикану в принципе я говорю что вот здесь боролся я за призовое место но в пятерку вошел да поэтому здесь могу сказать так что давайте все-таки поддержим антон дарыча но я все-таки горд хотя бы по снг конечно смешно нет ни россии не казахстана хотя всегда он активно был да ну сколько у нас страны снг я понимаю там украине там сложности все да ну вообще вот эти вот киргизы они просто превзошли вот вообще мы просто были здесь в мариной горке с алексеем их видели они очень активно очень дружно дружно его час видите их поездка сюда вдохновила они очень сильно активно работали вот и вот в общем то заполонили все в общем то никого больше не пустили но скажем так есть шанс конечно конечно же тоже победить в золотом туре скажем так в супер финале но поверьте мне очень киргизы будут скажем так драться наверняка поэтому лёш давай тоже присоединяйся подымаем наших всех людей надо организовывать показать рассказать не ну понятно что это у нас это сложнее сделать с нашим менталитетом но в то же время я говорю я вам пример показал следуйте за мной follow me поэтому продлим это лето и мы можем это сделать скажем так выиграв в суперфинале вот и посетить арабские эмираты а у меня остается надежда все-таки побывать в доминикане это кстати картинка оттуда спасибо у меня все алексей так добрый вечер до добрый добрый хороший хороший пример для подражания показал всех заткнул за пояс включая киргизов молодец ну 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 как бы интересно было вчера что я занимал шестое место и там получилось что у нас было одинаковое количество 189 баллов ну так там как вот написано что кто первый зайдет на это место то значит там и стоит и в принципе нужно шестое место уже явно я уже бы никуда не попал вот и я тут смотрю смотрю и она раз и в какой-то момент ну там тоже девчонки у нас вот латинской америки они что борются за своем там место в европе за свое место то есть это не скажу нас этих самых и тут получается в латинской америки боролись за себя но получилось так как у меня там структура тоже получается да мне тоже накапываете 50 там баллов со структурой и эти 50 баллов уже то есть 50 долларов и соответственно с этих 50 долларов пришло еще три балла и я смотрю еще думаю боже сейчас киргиза активизирует начнут покупать но посмотрела у них уже у них на на три часа кажется больше на два часа чем у нас поэтому у нас еще это вот с 11 до 12 это капало на меня а у них уже скажем так уже было в 12 ночи поэтому не могли капать поэтому я вошел все-таки в пятерку конечно это было немножко так ну скажем так интересно ситра такой азарт появился в общем то и все-таки вырвал я победу хотя еще вчера вечером это все не отразилось так я и был что вместе но сегодня утром уже до был перерасчет и в общем то я выскочил в эту пятерку поэтому еще возможность все-таки мне попасть доминикану вот такие вот дела пока пока киргизы впали они они проспали пятое место спасибо спасибо за поздравление мощи ну и о чем я и говорю что в общем то да что нам надо у нас есть технология игру был горд когда все-таки я говорю попал в эмираты в золотой тур как-то там тогда было проще сейчас все-таки действительно люди уже поняли что есть возможность выигрывать есть возможность путешествовать вы видите просто сплошные путешествия смотрите у киргизов было значит по и поездка сюда да они приехали вот когда было в мариной горке далее потом выиграли люди в турцию поехали очень красиво в стамбуле там вот очень интересная программа была действительно завораживающая дальше из и кульда киргизы предлагали но уже до уже сказали слушайте давайте подождите пока мы сейчас я знаю будет опять для вьетнамцев было будет организовано но еще точно не знаю но я просто знал что это в планах есть и там те люди которые допустим может быть не побывали там вот из испании я знаю меня наташа просится там они возможно воля вот они тоже хотят приехать посмотреть опять-таки пощупать потому что да дальше тут получается уже в конце октября это в доминиканы и в конце уже декабря на новый год наверное это будет эмират вы представляете то есть вот практически каждые два месяца новые события новые события новые события поэтому здесь сейчас стало очень интересно скажем так развиваться двигаться и конечно же сейчас уже другие вообще новости другие все движения ну и конечно же такие как вот как вьетнамцы как киргизы конечно не просто поражает своим вот этим вот напором своих ваткой такой вот нам на этому нужно поучиться могу так сказать ну да лёша давай включая голову давай подумаем что мы можем сделать ребят вот спасибо вам за поздравление вот и все-таки я говорю что у нас с вами такой шанс большой говорю тут вот в общем то и технопарк у нас здесь да из производства у нас здесь и конструкторской вот этот вот бюро где вообще самый огромный офис вот вообще конечно мы с вами не используем это на сто процентов поэтому лишь давай зажигай подумай как что чего вот я с удовольствием присоединюсь к мы конечно это обсудим с тобой еще вместе да я уже сегодня вот с алексеем буренковым разговаривал по поводу там скриптов сегодня у него было там я тебе высылал ссылочку да вот он тоже готов помочь и я думаю что вообще сейчас руководство заинтересовано именно вот поэтому вот как я когда-то выразился создание вот этих 300 спартанцев потому что люди активны вы должны понять что с 15 этапами закончится все именно начнется вот это развитие по всему миру и конечно нам надо нашу структуру сохранять приумножать и потом конечно же будет легче заводить другие там скажем адресные проекты наверное так ну да ну я тоже начал смотреть николай будет буленкова вот потом правда при прервали вот но но он потом разогнался интересно я с ним потом попереписывался поговорил вот так что мы с тобой вернемся к разговору об этом чуть позже вот ну ребят всем спасибо немножко сегодня чуть больше но я говорю информация вот мне хотелось осветить этот фильм те кто смотрел в общем то вы поняли что о чем я говорю те кто не смотрел в общем то пересмотрите но все в общем то вот так спасибо вам я мне а мне предложение может быть лена степина по пару слов скажут по фильму интересно и она возможно сейчас выступить потому что фильм действительно интересный и глубокий и вот и даже от одного раза олег не пересказывал вот и вроде посмотрела что он такие моменты какие появляются да да они леточница в море ну я снова ладненько в общем да действительно фильм интересный вот кто не посмотрел посмотрите но я думаю что тут все присутствующие но посмотрим или уже посмотреть во время вебинара я три раза посмотрел очень глубокий фильм действительно очень глубокий стоит его и при при том что небольшой по времени но очень глубокий по смыслу и действительно все разложено просто по полочкам как просто скажем так инструкция действию драка называется хорошо спасибо всем спасибо за ваши комментарии спасибо за вашу активность вот благодарю вот так что до следующего четверга и лёша я и следующий сверху будут тебя заявляю так что у нас новостей много поэтому мы не будем пропускать будем все четверги использовать для вебинаров как вебинар да в этом месяце я хорошо ну все тогда спасибо олег за презентацию спасибо всем слушателям за внимание за комментарии вот так что до следующего 4 до и продлеваем это лето ребят вперед на новые до челлендж продолжается да давайте пока 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 пока